Продолжаем с вами только подступать к изучению Евангелия, который в свою очередь повествует нам о жизни нашего Господа Иисуса. Самое последнее, что нам предстоит делать перед тем, как мы непосредственно окунемся в текст, это попытаться понять эпоху и время, в которой это все было написано. Но перед этим еще одна, может быть, самая важная вещь. Иисус – это Бог. На сколько? На 50%? Нет, на 100%. Иисус – это и человек, и тоже на 100%. Нам очень трудно представить, потому что понять абсолютно невозможно, как некто может быть на 100% и Богом, и человеком. Причем все это одновременно. Давайте не будем пытаться понять невозможного, а примем все на веру, тем не менее, не сводя веру к простому фанатизму. Для этого мы должны понять, что Бог есть Дух. Но Иисус не только Бог, Он человек, и как человек Он еврей. Я утверждаю, что невозможно понять хождение, или того, что мы называем освящение, без понимания исторической и этнической сути происхождения нашего Господа Ишу. Поэтому все, что мы с вами будем делать, мы будем делать, исходя из двух принципиально важных позиций. Первое, что все, что говорит Господь, это то, что говорит Бог. Важно, потому это истина в последней инстанции. Но она, без сомнения, преломляется в человеке, евреи, верноподанном закону, в рамках которого он родился, жил и умер, то бишь, еврею. Поэтому все, что мы будем делать, будем с вами пытаться понять по-еврейски, пытаться изложить это по-еврейски, даже пользуя русский язык. Потому что первичная аудитория Иисуса, конечно, была не греческая аудитория и не славянская. Как бы нам порой этого не хотелось бы, первичная аудитория Иисуса была аудитория, состоящая из евреев. Сколько бы мы не изучали Евангелие, будь то в цверках сегодня или же в семинариях, мы всегда рассматриваем Евангелие, очень часто с точки зрения греческой или римской культуры. Почему так произошло? К тому долгая история, пути развития цивилизации, пути развития церкви. Мы просто констатируем факт. Это происходит на сегодняшний день. Такой взгляд на Писание существовал не всегда. Где-то в районе 4 века еврейские верующие стали составлять меньшинство, огромное меньшинство в рамках целой языческой церкви. В некоторых местах они вообще исчезли. Но гораздо серьезнее, гораздо опаснее случилась некая тенденция в рамках изучения Писания, когда все еврейское было объявлено буквально вне закона. И начиная с тех времен мы стали рассматривать Писание, как Писание, написанное греками, для греков, греческой концепции, греческой фразеологии, гречески понятийном секторе, греческих абстракциях. И так мы довели его до сегодняшнего дня. Мы же сами попытаемся взглянуть это на несколько иначе. В принципе существуют два подхода к описанию или к пониманию жизни нашего Господа. Первый подход так называемый географический. Представьте себе, Иисус был в Иерусалиме, после этого Он ушел в Галилею, после этого поднялся в Десятиграде, спустился опять на юг. Это вполне правомощный подход. Мы же с вами будем пользоваться несколько другим. Будем пользоваться с вами тематическим подходом к жизни и описанию нашего Господа. И мы будем с вами следить за Его жизнью согласно темам, который Он осветляет или считает нужным высветить в Своей проповеди. Мы будем рассматривать жизнь нашего Господа основной темой. Это будет Иисус как Царь Мессия или как Царь Христос. Это в принципе общая тема для всех четырех Евангелий. Однако, несмотря на то, что общая тема для всех четырех Евангелий, Иисус это Царь и Мессия, мы видим, читая Евангелие, что разные Евангелия не просто говорят о разных вещах, они представляют события в несколько ином ракурсе. И причем каждый раз. Давайте себе представим ситуацию, которая была в то время. Лука пишет, что некоторые стали уже составлять Евангелие, некоторые стали говорить о нашем Господе. Но существовало четыре человека. Один из них Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Точно так же, как сегодня, каждый из них рассматривал события, происходящие в то время, под своим углом. Он выбирал, в зависимости от того, что ему казалось важным, необходимые элементы служения и записывал их. Они отнюдь не противоречат друг другу. Просто это были разные позиции, разные взгляды, преследующие разные цели и имеющие в виду различные аудитории, для которых, собственно, эти Евангелия писалось. Например, давайте мы с вами попытаемся понять, о чем говорит каждая отдельно взятая Евангелие. Итак, Евангелие, по крайней мере, в том порядке, в котором они записаны в наших Библиях. Первое Евангелие – это Евангелие от Матфея, хотя, конечно же, большинство ученых сходится на том, что первым Евангелием, скорее всего, было Евангелие от Марка. Но мы с вами будем заниматься тем или по тому порядку, как это есть в наших Библиях. Поэтому первое Евангелие – это Евангелие от Матфея. И основная тема этого Евангелия – это освящение жизни и деятельности Мессии как царя иудейского. Почему это настолько важно было для Матфея? Матфей писал, если не исключительно, то практически для евреев. Если мы посмотрим на текст Матфея, даже записанный на греческом языке, хотя, конечно же, существует свидетельство историческое, что многие максимумы Иисуса в Евангелии от Матфея были написаны на иврите, или церковные историки видели их записанными на иврите. Но даже если отлежься от этого, то весь разговор, или вся речь, все фразеологизмы, отдельные слова, понятия Матфея, они имели смысл, огромный смысл для еврейской аудитории. И действительно, вся первая церковь в подавляющем большинстве, по крайней мере, до событий, последовавших до смерти Стефана, когда многие верующие ушли на территорию, которая сегодня является Сирией и Ливаном, по крайней мере, в те времена большинство всех верующих – это были евреи. Поэтому целью этой книги было объяснить еврейскому народу. Как же так? Вот пришел Мессия, а Царство Божие в том смысле, который мы читаем позднее в Деяниях Апостолов, что вот не съели время, ты надежишь в оставе Царства Израиля, не наступило. Поэтому основная задача, на которой сейчас оттачивается Матфей, было объяснить еврейскому народу, что Мессия, который пришел, это тот самый Мессия, которого ждали, но в силу ряда обстоятельств, то Царство на земле, в том смысле, о котором говорят апостолы в Деяниях Апостолов, еще не наступило. И, естественно, поэтому оно имеет абсолютно еврейский характер. Следующее Евангелие, которое у нас есть по порядку, это Евангелие от Марка, где Ешуа, внимание, Ешуа представлен как Мессия, слуга Божий, или слуга Господень. Еще раз, в Евангелии от Матфея, Мессия – это царь иудейский, основная тема. Здесь Евангелие от Марка – Мессия, слуга Господень. Идеально задумано и написано для римлян, в которых иерархия и взаимоотношения друг с другом всегда были абсолютно четко обозначены. Более того, римляне, в отличие от евреев, как и по государственному устрою, так и по своей ментальности, модное слово сейчас, они были народом порядка. Например, в Евангелии от Марка слово «немедленно» используется порядка сорока раз, чего абсолютно невозможно найти, скажем, в Евангелии от Матфея. Почему? Потому что Марк пишет римской аудитории, поэтому Марк берет события и самые главные из жизни Иисуса, что могло бы быть интересным, или могло бы повлиять, или могло бы обратить большое внимание для римской аудитории, и поскольку, еще раз, у римлян были строго развиты субординационные начала, важно было отметить, что Иисус, как мессия, Он не может являться царем для римлян. Это не такое простое понятие. Но вот как слуга Господен, да, для евреев гораздо проще было понять царь иудейский Господь Бог, но не для римлян на этом этапе. Понятно, что Иисус является царем всех людей, но Марк избирает абсолютно четкую и беспрогрешную ситуацию, когда он берет Бога вдохновенное Слово Божие и разворачивает ее к римлянам, как бы той стороной, которая была наиболее понятна и удобоварима для их понимания. Лука. Следующее Евангелие, которое основной темой является Ишуа или Иисус, Сын Человеческий. Его аудитория прежде всего греки. Греки, хотя и не царствовали в то время уже над половиной мира, что было ранее, и эту роль они уступили римлянам, тем не менее их философией, их культурой, их искусством, их мироощущением был проникнут тот мир, который назывался Пакс Романа или Айкумена, с другой стороны, как представляли себе ее греки. Это был мир, пронизанный идеями греков. И для греков, поскольку они были абсолютно одержимы понятием человека, это гораздо позднее, человек это звучит гордо у Горького, по-моему, но здесь-то человек это был центр либерила всех вещей у греков. Поэтому Лука, представляя Евангелие, он как бы представляет его таким образом, чтобы это было наиболее атрактивно и заинтересовать греков. Поэтому ему важно понять и показать греческой аудитории, что ты можешь быть Богом, но тем не менее у греков был Олимп целый, божественный, во главе с Зевсом. Им важно было понять, что Иисус это еще и Сын Человеческий. Более того, Лука грек, и уже в третьем стихе он говорит, или по крайней мере обращается к грекам, и уже в третьем стихе он говорит, что я хочу тебе объяснить все по порядку, но в греческом языке это звучит не по порядку, а звучит хронологически. То есть каждый раз, когда мы будем обращаться с вами к Евангелию от Луки, мы будем иметь в виду, что оно, как бы порядок вещей, может быть для нас, показывает с наибольшей или наибольшей заслуживающей доверия точки зрения. Важно! Если бы все четыре Евангелия показывали нашего Господа с одной и той же строчки, подтверждали одно, другое, наверное, это было бы хорошим доказательством для текстологов, что именно так оно есть. Но поскольку мы и без этого верим, что все Писание является Богодухновенным, для нас гораздо важнее, и в этом гениальность, если хотите, нашего Господа, состоит в том, что Он показывает нашего Спасителя с разных сторон, делая Его приемлемым для любого народа, для любого языка, для любой ментальности и для любой культуры. И, наконец, последнее Евангелие, это Евангелие от Иоанна, или на еврейте, от Йоханна. Он представляет Иисуса Сыном Божьим и обращен к церкви целиком. Он не только пытается, стремится напомнить верующим о жизни Иисуса, но пытается донести до всех читателей, кто же есть обещанный Мессия. Я хочу обратить ваше внимание на тот интересный факт, что ко времени написания Евангелия от Иоанна все другие Евангелия были уже давно написаны, и они получили широкое распространение. Очень важный элемент понять, что Евангелия не писались в одно время, и они достигали людей в разных странах, на разных языках, в разное время. Так вот, ко времени написания Евангелия от Иоанна сформировалось у людей, в том числе в языческих странах, некое представление об Иисусе. И Господу Богу необходимо было найти некое Евангелие, которое могло бы объединить все и представить философскую, здоровую философскую и объясненческую, интересное слово, объясненческую, базу или объясняющую базу, для того, чтобы люди могли понять, чем же мотивированы в первой инстанции те или другие поступки нашего Господа, его жизнь, его смерть и его воскресение. Поэтому Евангелие Иоанна, хотя оно и не является, или не относится к параллельным Евангелиям, я напомню, три параллельных Евангелия, это Матфея от Марка и от Луки, или синаптические Евангелия. Евангелие от Иоанна является абсолютно незаменимым инструментом для каждого, кто хочет осознать феноменологический или событийный характер первых трех Евангелий. И таким образом Господь Бог дополняет вот эту всю картину и делает ее для нас не просто однобокой, что можно было бы сделать. Он делает жизнь Иисуса всесторонне описанной для нас. А имея подобное описание, мы, конечно же, можем спорить о тех или других значениях, притч, событий, высказываний, просто имеющих место в жизни Иисуса обстоятельств. Но одно самое главное, когда мы имеем полностью законченную из четырех сторон показанную нам картину нашего Господа, мы должны научиться именно в силу вот этой многогранности не настаивать и не выпячивать какую-то одну точку зрения. Я вполне себе допускаю, что тот же Марк, Лука и Матфей, соберись они вместе, они могли бы, наверное, говорить о разных вещах и спорить точно так же, как сегодня в жизни Иисуса. Но Господь Бог в своей великой мудрости решил сохранить все их свидетельства. И я думаю, что одной из целей является научить нас не превозноситься друг на другом и допускать друг за другом возможные точки зрения не для того, чтобы выявился наиболее правильных. У меня есть подозрение, что ни один из нас не знает и никогда до конца не познает Господа Бога. До конца, я имею в виду. Но чтобы во всех этих различных обсуждениях мы могли склонять голову перед непостижимостью Господа Бога и взирать как раз замечательный пример на текст Евангелия, в котором Иисус показан с абсолютно разных сторон. дабы это было примером для нас. Да благословит вас Господь Бог. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok